Добрый день! На дворе осень, а тема для разговора, на первый взгляд, совсем не осенняя. Сегодня не буду говорить на тему пышности стен георгина, недостаточно урожая яблок и отложу на другой раз тему подготовки многолетников к зиме. А затрону неожиданную для вас и любимую мною именно осенью тему создания газона. И для начала определимся, что это за зверь такой, всем известный, а судя по тому, что я вижу на участках, абсолютный незнакомец. Что же говорит нам ГОСТ? Газон – участок земли с искусственно созданным травяным покровом. Травяной покров, создаваемый посевом семян специально подготовленных трав, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений, с самостоятельным элементом лошадной композиции. Да, газон – неотъемлемая часть. И он на самом деле, тут уж ГОСТ прав, является идеальным фоном для всего, для деревьев, для миксбордеров, для беседок и так далее и тому подобное. Приводит весь участок в завершенное состояние. Он может быть посевным и рулонным. Разница между ними только в том, что первое вы сеете и доводите до нужной кондиции сами, а второй – укладывайте уже готовый продукт. Какой бы газон вы для себя не выбрали, подготовка основания будет абсолютно одинакова. Вначале проводим планировку имеющихся грунтов. Засыпаем ямки. Нам нужно заложить 15-17 см плодородного грунта и укатать садовым катком. Разница может быть только из особенностей грунтов на ваших участках. Если у вас песчаная почва или легкие суглинки, вам повезло, на этом все. А вот если торф или глина, сначала нужно сделать дренаж. Прослойку из песка между родным грунтом и плодородной землей не менее 5 см. Ни в коем случае нельзя пользоваться виброплитами или другой строительной техникой. Регулярно сталкиваюсь с этим на участках. Строители, делающие дорожки, считают, что просто у тех, кто пользуется садовыми катками, нет денег на виброплиты. Поэтому и мучаются, засыпая всего по 10 см и укатывая вручную садовыми катками. На самом деле они не очень-то и легкие. Внутри набит песок, а еще залита вода. Дальше подходят к заказчику и говорят, что сделают это и быстрее, и лучше. Газон после виброплиты не приживается, а семена почти не всходят. Уж слишком плотное основание. С таким же результатом можно положить рулонный газон или кинуть горсть семян на асфальтовое покрытие и ждать чудо. Основание можно считать готовым, если на его поверхности нет ямок и провалов, которые в нашем сыром регионе дадут вымочки за весеннее, осеннее или зимнее время. При создании посевного газона не могу не сделать акцент на состав травосмеси. Наибольший процент должен приходиться на мятлик и овсяницу. Мятлик для светлых участков, овсяница для тенистых. Это основа долговечного газона. Остальные травы добавляются для удешевления и как маркер для проверки равномерности внесения, ну и качества семян. Ведь основные травы всходят до 21 дня. А до того, как проверить, где посеяли, а где нет. Семена рассыпаем равномерно по поверхности почвы и заделываем граблями. В первое время очень важно следить, чтобы земля всегда была влажная. Так семена взойдут быстрее. Это же относится и к рулонному газону. К влажной почве приживается гораздо быстрее. Это как раз то, за что я люблю делать газон осенью. Не надо волноваться о регулярном поливе, да и температура воздуха идеальна для массового образования корней. Невысокие температуры, да постоянные дожди или туманы, так нелюбимые нашими огородниками, для газона это как манна небесная. Расти не хочу. Нет нужды волноваться о регулярном поливе. Удобрения на посевной газон начинаем носить только после первого покоса, а также пропалые сорняки. А что же с рулонным газоном? Перед укладкой рассыпаем стартовое удобрение. Оптимальным для этого будет демофоска. Укладывать рулоны лучше начинать от края дорожки. Хорошо, когда можно уложить хотя бы пару рядов параллельно ей. А потом направление может быть абсолютно любым. Есть два секрета. Они работают в жару, в затяжные ливни и на крутых склонах. Проверила все лично. Ну и почти одновременно. Май, Сочи, жара, склоны почти горы и мощнейшие ливни. Укладка рулонов должна идти в разбежку. В шахматку, как это ни назови. Но швы с короткой стороны не должны совпадать. Это дает запас времени на недополив, а также снижает скорость размыва в ливневые дожди. Второе. Укладывая газон на склоне, выбирайте путь только поперек него и сверху вниз. Так дольше, но уж точно надежнее. И тогда уж поверьте, вам не придется собирать его в конце склона после первого же сильного дождя. После укладки сильно поливаем. Так, чтобы при нажатии ногой выступала вода. И прокатываем катком поперек направления укладки рулонов. Газон должен прилипнуть к почве. Первые две недели необходимо обильно поливать. А осень позволяет это сократить до минимума. Ведь становится прохладно, испарение уменьшается. Да и дожди нам в помощь. За что еще люблю делать газоны осенью? За температуру окружающей среды. При температуре плюс 7, плюс 10 скорость образования корней сильно возрастает. А испарение сходит почти до нуля. Как и скорость роста. Бывало, что рулонный газон начинает активно приживаться уже на четвертый день. А в начале второй недели уже можно провести первый покос. С посевным так же проще именно осенью. И по тем же причинам. От постоянной влажности семена набухают и прорастают быстрее. Быстрее можно начать косить и кормить. А там уже и до футбольного поля рукой подать. Надеюсь, это видео было полезным. Спасибо за то, что смотрите нас. С радостью отвечу на все возникшие вопросы, если вы напишите их в комментарии под этим видео. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»